Меня зовут Полина Алутина, я приняла участие в школе социального проектирования от живой классики. Война прошлась со страшной болью по землям Конаковского района, а проблема сохранения исторической памяти народа так и остается нерешенной. Поэтому я решила создать экскурсионные маршруты по памятным местам боевой славы Конаковского района. А для тех, кто не сможет принять участие в этом событии, смогут использовать мою видеоэкскурсию и игру. 10 октября 25 участников, в том числе и я, уже защищали свои проекты и я очень рада, что смогла войти в число лучших в этом конкурсе. И теперь с уверенностью могу сказать, что каждый может попробовать, каждый может добиваться своих целей и при этом помогать другим людям. Одна из точек моего маршрута – Комсомольский сквер. Раньше жители окрестных сел здесь сажали картошку, но в 1937 году комсомольцы в память о Корчеве высадили здесь сквер, который впоследствии назвали в честь создателей – Комсомольский. В 1937 году был установлен памятник, который повторял памятник, который стоит на этом месте сейчас. Мы находимся недалеко от города Конаково, возле деревни Рябинки. В 1937 году здесь стоит высеченный из камня памятник, где солдат в каске, раскинув руки, словно летит. В 1967 году здесь был установлен обелиск, где было написано. Здесь 6 декабря 1941 года Вячеслав Викторович Васильковский закрыл амбразору вражеского дзота. Мы находимся около Фаенцевого завода. С началом войны деятельность этого завода прекратилась. Завод был заминирован, чтобы не дать важный ресурс противнику, но тогда подвиг Вячеслава Викторовича Васильковского смог предотвратить разрушение этого завода. 9 мая 1985 года здесь был установлен обелиск в память о работниках завода, которые ушли на фронт. На моей карте 15 братских сохранений и памятников, которые я распределила по трем экскурсионным маршрутам. В моем пути водителей можно ознакомиться с событиями, связанными с этими памятниками и братскими захоронениями. Я считаю, что каждый житель нашего города и района должны посетить эти места, потому что это наша история, ее нельзя забывать.